И аккуратно, ближе к противнику подъехав, уже на молоте его попробовать переиграть. Раз, уничтожаем второго, оставляем на 0 хп, сейчас будем добивать быстренько перезарядка на молоте. И на центр, наверное, как вариант, даже подвердаем ворваться, потому что можем раз разобрать противника. Второго, третьего, даже под куполом титана просто уничтожаем. Великолепно. Ну и хантеры там тоже немножечко раздамажили, к сожалению, не пробили. Но я думаю, что сейчас кого-то мы однозначно с вами пробьем из наших противников. Харючка уничтожаем, отправляем на распредаватель копера. Также уничтожим отправленные распы Ароса. И, кстати, еще одного Ароса мы пробиваем. Ну и нашим ребятам гораздо проще уничтожить противника, либо который под пробитием, либо который воспользуется аптекой, дабы деактивировать наш статус фиг. 950 очков, друзья. 51 килл. Друзья, приветствую всех на канале, с вами Морл Хиро. И в сегодняшнем ролике вместе с вами продолжаем обозревать вооружение в нашей игре. Сегодня на очереди тест комплекта Викинга Моуд с устройством Брани Боины Выстрелов. Насколько он эффективен в данный момент в игре, да и в целом на что же он способен, мы сегодня это вместе с вами и постараемся выяснить. Заодно, в свою очередь, не забывайте видеоролик поддержать активность. Пишите в комментариях, какие еще обзоры было бы интересно в ближайшее время увидеть. Возможно, какие устройства, комплекты, комбинации, да и в каких форматах стоит это все оценить. Ну и заодно, если вы первые на канале, подпишитесь и прожмите колокольчик. И также напоминаю о том, что на канале проходит розыгрыш по моему личному тегу создателя контента. А именно Immortal, привязывайте настройках аккаунта, участвуйте в розыгрыше на большое количество кристалликов, а именно 2 миллиона, ну и помимо кристалликов, вместе с вами разыгрываем 10 тысяч танкоинов. Вся подробная информация есть на нашем сервере Дискорде, присняйтесь, ознакомливайтесь, ну и также не забывайте заполнять ту самую форму, которая есть в описании под этим роликом. Ну а я вам, друзья, желаю успехов и побед, ну и давайте, наверное, попробуем сегодня пикнуться в быстрый матч, который мы постараемся сегодня реализовать наше вооружение. На ваших экранах появляется информация о нашем устройстве, в котором есть лишь преимущество, и это, как ни странно, наверное, идеально в случае подобного устройства. В первую очередь накладываем на противника критическим уроном эффект пробития на 3 секунды. Также есть возможность накладывать на противника эффект пробития, но уже на 5 секунд во время третьего выстрела в нашем залпе. Ну и, конечно же, если у нас с третьим выстрелом и еще и критом залетает по противнику пробитие, это целых 9 секунд нам дает возможность противнику отключать ту самую защиту, которая позволяет нам гораздо-гораздо проще его просто уничтожать вместе с нашей командой, что мы сегодня как раз-таки будем пытаться делать. Добивая быстренько Васьпика, просто уничтожаем, отправляем на распу. У нас карта сегодня Кунгур, зимний вариант. Ну и, конечно, в формате Control of the Points захват точек. Ну и давайте потихонечку уже с вами разбираться. Сразу же уничтожаю двое, кстати, аптека почему-то не сразу у меня прожимается. Ну и ладно, благо в этом случае я тут хотя бы дожил до возможности прожать эту аптечку, воспользоваться ею. Ну и давайте на китый урон. Сегодня также играю с дроном-бустером, который, как ни странно, в нашем случае немножечко, но повышает наш урон, который способствует более комфортной игре, особенно названии легенда. По некоторым моментам, давайте, на которые мы можем обратить внимание, это, в первую очередь, количество резистов от нашей пушки. Во-первых, две защиты. Это, на самом деле, не так много от пушки, мол, довольно часто бывает, ребята берут защиту. Все, конечно, зависит от режимов, потому что в том же Джиггернауте довольно часто, реально, ребята предпочитают, мол, взять ту самую защиту в виде резиста, и которая уже может по-другому совсем себя чувствовать, но не раскрываться в подобных режимах. По поводу иммунитетов от пробития, на самом деле, тоже штука довольно актуальная в нашем матче, пока что лишь один, то есть вполне пока что все даже нам играет на руку, и это хорошо. Накапливаем практически с вами овердрайвы, которые сейчас, наверное, можно как раз-таки попытаться где-нибудь реализовать, и как можно скорее давать на к ним, наверное, Хантеру урончик. Две с половиной тысячи у него, кстати, иммунитетик был, либо у него была прожатая аптечка. Кстати, сейчас мы пробили противника. В этом случае, конечно, ему приходится воспользоваться аптекой, дабы сбить по себе статус эффектик. Так, вижу также еще одного оппонента, тут на Хоппере парень гоняет, давайте Хоппере быстренько раздамаживали, уничтожили. Арус накинем, пробиваем, как раз-таки тот самый третий выстрел, который пробивает, уничтожаем. Великолепно. Но оверку, честно, я пока не вижу, где нам использовать, хотя можно, наверное, тут, как раз тут несколько противников рядом. Ну, давайте попробуем, хотя Фаспик, ой-ой-ой-ой, конечно. Вот это нашло для себя цель, конечно, которую уничтожать еще и с овердрайвом. Вот так вот, давайте, раз, два их разобрали, и Смака, к сожалению, не добивает. Уже 14 кинов, друзья, 230 очков, находимся на первой строчке. Довольно неплохо оторвались от нашего третьего игрока на карте. Заодно заберем Дашечку, потому что сейчас, к сожалению, с дронами нельзя прожать одновременно два расходника с Испапетом. Это нам только играет на руку. 3000 урона, но залетает неплохой крит, конечно, по противнику. Сосулечка, к сожалению, в итоге попадает по нам, но аптечка эти все статус эффекты нейтрализует. Так, Ароса с вами добиваем, опять же, на меня накладывают статус эффект. Да сколько можно этих статус эффектов на меня накладывать? То сосуля, то гауссы, то сейчас магнумы какие-то наложат, это, конечно, будет неприятно. Да, у магнума тоже эффект еще и пробитие. Мы с вами пока что играем с драйвером. Возможно, если потребуется, то будем, может быть, даже менять на какой-нибудь эмутет. Пока вроде как комфортно, поэтому я не буду, наверное, торопиться ничего. Нет, да и увердрайв. Фишка такая прикольная, которая, конечно, вам позволяет на корпусе викинги довольно много противников разобрать, если грамотно им пользоваться. Так, вижу на центре Курседра, который, кстати, просто упал. Взял и упал, поэтому нам тут, конечно, пока проблем не возникает, дабы удерживать точку. Так, одного мы разбираем. Также Хантер уничтожаем, Васьпика давайте просто пробиваем. Сейчас без аптечки выставляем. Можно, кстати, как ни странно, раздамажить и, возможно, опять же пробить. Оставляем опять его на 0 хп, но уже в этом случае без аптеки. Есть опять халявный дроп. В формате контроль-трольщик, на самом деле, вражение неплохой молот, который позволяет вам реально чувствовать себя комфортнее. Противника довольно часто выстреляете, пробивая противника, просто добиваете шикарнейшим образом. Давайте Курседра накинем ворончик вот таким образом, оп, и добиваем. Вели крепко, двух противников разобрали, третьего пробили, уничтожились за секунду. У меня также почти накопился Вердаев, который, наверное, как ни странно, можно после уничтожения Васьпика попытаться прожать где-нибудь на вражеской базе. Только не забывать, нужно использовать аптечку. Так, деактивировать как минимум статус фекты, которые могли наложиться на меня. Давайте Шафтик накинем, вот таким образом собьем шприцельчик, еще раз накинем еще Визитка, меня лично шикарнейшим образом добиваем. Я думаю, что сейчас двух противников сразу же, Шафтика под пробитием тоже добиваем шикарненько. Ну, еще как вариантик, можно Курседра было бы разобрать, но тут уже пролезает неприятный Магнум, который попросту меня отправляет на РСП. 24, друзья, кила. Но мне кажется, мы даже с вами чуть-чуть загрузились позднее, по ощущению, а возможно с самого начала, тут, наверное, надо уже пересмотреть и ролик. Но в любом случае, мы пока что показываем вместе с вами довольно неплохие результаты. И, по-моему, это единственный Молот, который на 9 секунд по противнику в идеальном для нас положении может накладывать тот самый длительный статус фект по противнику. То есть 9 секунд под пробитием, когда у тебя нет возможности проживать аптеку, ты просто открыт под всех своих союзников, которые могут реально в секунду тебя разобрать. И им хватит времени, чтобы тебя встретить, найти и по итогу уничтожить. Это, конечно, огромнейший-огромнейший плюс. Ну и, конечно, в том, что у нас нету недостатков. Это тоже огромнейший-огромнейший бонус при использовании подобного устройства. Так, давайте Хопера быстренько раздамажим. Как минимум добивая второго игрока, кстати, пробивая. То есть даже дробинка, которая шальна, залетает рядом с уничтоженным противником, попадая по противнику иному, также может пробить. И это тоже огромнейший-огромнейший плюс. Так, у меня откладывалась почти ДДшечка, поэтому сейчас будем пытаться вместе с вами разбирать противника за противником. По крайней мере, я надеюсь, что нам в этом случае помогут. Хотя там Гаусс уцелили, давайте Шафтика пробили. Можно, как в варианте, 1700 накинуть и добиваем. То есть как раз в этом и прелесть нашей устройства. Третьим молотом пробили, оставляем либо без аптеки, либо просто добиваем. И длительность самого статус-фекта вполне достаточно, дабы нам это успеть сделать. Потому что бывает, что вот, допустим, когда с Трисой играешь, условно говоря, с каким-то статус-фектом, вы отключили припасы, но эффект не настолько длительный, чтобы ты успел повторить по нему как раз-таки нужный урон. В случае молота подобных проблем да и нету. 50 точек практически мы нашей командой забрали. Можно пытаться, наверное, выдвигаться, хотя Гаусс, честно, неприятная пушка, особенно когда ты играешь на молоте. То есть ты как бы до нее достать не можешь, до этого игрока. А вот как раз-таки до меня довольно все просто могут, ребята, додостать. Ну и, конечно, накинуть урона на большую дистанцию. Поэтому, наверное, попробуем вместе с вами сблизиться. Наверное, прожав даже овердлайк. Одного разберем. Второго разберем. Также можно шафтику на босс чуть-чуть накидать, как минимум хотя бы попытаться. Ну и тут Аросу я практически, честно говоря, не так много накинул, но попытаться можно. Арос еще и шарик выпускает. Не знаю, сумеем тут выжить или нет, даже живем. То, что нужно. Давайте 3000 урона дали Аросу. Хорошо. Добиваем великолепно. Наши ребята даже пытаются сочку захватить. Давайте, может быть, еще Аросу накинем. Вот так вот пробили. И просто добиваем. 34 кг, друзья. Сильно. Давайте паладинчик накинем. Пробиваем. Добиваем. Давайте Аросу. Пробиваем. Ну и наши ребята должны добивать, потому что уже оставили противника без аптеки. То есть ему приходится. Он просто вынужден пробежать аптеку, дабы он не был под статус эффекта пробития, который сразу же позволяет нашим соединникам реально гораздо проще натужать противника. Так, давайте еще раз пробиваем. Уничтожаем. Шикарно. Давайте сразу же. А вот не сумел. Тут Гаус уже меня просто выцелил, разобрал по точкам. Вроде как мы даже держим чуть больше. Хотя ребята напротив нас тоже стараются отхватывать точки. Сопротивляются. Никаким образом не сдаются. Но и мы, конечно, будем стараться нашим ребятам в этом случае чуть-чуть помочь. Возможно, хотя бы какие-нибудь точки забрать под свой контроль. Давайте Вась пока разберем. Как минимум пробили. Отличненько. Крусседры наши ребята добивают. Магнума мы быстренько добиваем шикарно. И Зидко, если полечит, то будет прям отлично. У нас, кстати, смока за спиной. Уничтожаем великолепно. Отправляем на РСП. В плане корпуса, на самом деле, викинг очень неплохой вариант, дабы играть на подобное вооружение. Особенно не забывайте, что когда вы играете под вердайвом викинга, именно стреляете по противнику, вы имеете возможность гораздо больше наложить тех самых критов по вашему противнику. Поскольку чем чаще стреляете, тем больше шансов, что вылетит тот самый заветный критический урон по вашему оппоненту. Давайте прожимаем, наверное, вердайвик. Попробуем шаптик быстренько разобрать с вами. Если получится, хотя остается 0 хп. Конечно, зря, наверное, потрогрелся. Но 40 кг, друзья. Даже при том условии, что я порой иногда на реплюсе и ошибаюсь. И мы все равно имеем довольно неплохую статистику в этом матче. И я думаю, что вполне еще есть вероятность того, что если мы не доиграем досрочным образом, каких-нибудь 10-15 кг набить спокойно в этом поединке. Так, ну, рикошета свои. Вроде как все свои ребята вокруг тут катаются. Пока противников не видать, поэтому будем захватывать точку. Как можно сказать, наш рикошет просто перевернулся. Что-то растерялся парень. Ну ладно, харючку давайте накинем урон. Просто разбираем, уничтожаем, заправим на распы. Также хопера можно разобрать. Шикарник, отправим на распы. Давайте дайвершечку поражмем быстренько часа. Рассан с нашими ребятами уничтожим. Ну и можно выдвигаться дальше уже куда-нибудь поближе к нашему противнику. Вижу как минимум курсейдера, который, кстати, не трог. Можно быстренько попробовать раздамажить. 1700 даем. Еще 1000. Ну и пробиваем, вставляем уже на 0 хп. То есть это устройство неплохое. Особенно при том, что вы играете против противника, который использует там условно защитника, крейса, да. Когда много брони, ты реально не можешь так просто уничтожить его. Но зато под пробитием противник уже не имеет преимущества в том самом случае, что его как бы дрон должен защищать. Это, конечно, опять же, тоже огромнейший бонус и плюс наше вооружение. Давайте пробьем, друзья. Пробили курсейдера. Сразу же остается он довольно с малым количеством здоровья, потому что довольно легко и он погибает без защиты. Она как раз-таки игнорируется под этим статус эффектом. Давайте попробуем точку удержать. Там скоропенчик, кстати, неприятно. Можно, наверное, в моем случае спрятаться, потому что по мне, по-моему, наверлись. И аккуратно, ближе к противнику подъехав, уже на молоте его попробовать переиграть. Раз. Уничтожаем второго. Оставляем на 0 хп. Сейчас будем добивать быстренько перезарядка на молоте. И на центр, наверное, как вариант, даже подвердаем ворваться, потому что можем раз разобрать противника второго. Третьего даже под куполом титана просто уничтожаем. Великолепно. Ну и хантеры там тоже немножечко раздамажили. К сожалению, не пробили, но я думаю, что сейчас кого-то мы однозначно с вами пробьем из наших противников. Харелочка уничтожаем. Отправляем на рсп. Давайте хоппера. Также уничтожим. Отправляем на рсп. Ароса. И, кстати, еще одного Ароса мы пробиваем. Ну и нашим ребятам гораздо проще уничтожить противника. Либо который под пробитием, либо который воспользуется аптекой, дабы деактивировать наш статус фиг. 950 очков, друзья. 51 килл. Мне кажется, это достойное устройство, которое более доступное в наше время и которое себя показывает пока что очень крутым образом. Так, ну я как минимум там пробил противника. По точкам мы чуть-чуть проиграем, поэтому надо пытаться охватывать с нашими ребятами. Надеюсь, что мы в этом матче и не проиграем. Это будет досадно и обидно. Не только от меня зависит в таком случае, потому что по очкам реально ушли от команды куда-то просто в космос. Так, давайте Хантеру накинем. Тут, наверное, я один буду против троих и, скорее всего, вряд ли мне чего-то получится сделать. Наши ребята почему-то мне бросают по киллам. Конечно, это нереально. То есть мы набили вместе с вами больше киллов, чем несколько наших союзников. Это уже показатели, конечно, которые требуют своего внимания. Да и целом самоустройство, на котором мы сегодня играем. Давайте пытаться захватывать точку. Но, честно говоря, по точке у нас беда прям огромнейшая. Так, Крусейдеры мы раздамажили как минимум. Можно Крусейдеры, наверное, вместе с нашим союзниками добивать. Оставляем на 0 хп. Под пробитием там добиваем Шикарника. Еще также Хантера. Ну и как вариантик можно, наверное, уже прожать Уверзайв. Попытаться, возможно, Хантер раздамажить, если успеем. Раз и разбираем второго, разбираем третьего, раздамажим, разбираем Шикарника. Магнама там чуть-чуть подамажить. Ну и Крусейдера можно также добивать. То есть мы тут, конечно, просто преобладаем над нашим оппонентом. Но вы, команда, конечно, тоже особую роль играет. Преусловно, что вы пытаетесь захватывать точки. Но не всегда ваша команда, возможно, во внимание этот фактор берет. 60 кг, друзья. 5-45 УП. Будет интересно знать, что вы думаете об этом в комментариях. Если мы еще вместе с вами не с самого начала попались в битву, то наверняка это заставит задуматься ребят о том, может быть, стоит пересесть на Том Мол и играть, пока его не занерфили. Обязательно не забывайте подобные ролики поддерживать патчи КМВР. Будет интересно почитать ваши комментарии после публикации этого ролика. Поэтому обязательно не забывайте писать вооружения, которые вам были бы интересны в ближайшее время. Чтоб мы вместе с вами оценили, протестировали, ну и, конечно, поделились своими мыслями. Также, в свою очередь, не забывайте о том, что вы можете поддержать канал, став спонсором того или иного уровня по вашему желанию. Ну и, конечно, тем самым получить дополнительные бонусы в том или ином виде, о которых вы можете ознакомиться по ссылочке в описании. Ну и, конечно, тем самым мотивировать меня на новые ролики по танкам онлайн. Заодно, если были впервые на канале, подписывайтесь и прожимайте колокольчики. Ну а с вами был Immortal Hero. Желаю всем хорошего дня. Ну и до скорых встреч.